Прежде чем начать обзор оперативного совещания, хочу исправить ошибку предыдущего выпуска, за который мне попеняло уже огромное количество людей. Тысячи человек сообщили мне, что никто не отменял маски в Республике Башкортостан, и это действительно так. На минувшей неделе отменили обязательное предъявление QR-кодов. Ношение масок и социальную дистанцию никто не отменял, так что берегите здоровье и не болейте. Совещание правительства, традиционно прошедшее в минувший понедельник в Белом доме Республики Башкортостан, как ни странно, почти полностью было посвящено приему беженцев из ДНР и ЛНР. Куда бы ни уходили темы, обсуждаемые на этом совещании, они все равно приходили к приему беженцев из сепаратистских территорий Украины. Но начал оперативное совещание Радий Фаритович с награждений. Он вручил митрополиту Никону орден за заслуги перед Отечеством 4 степени, передал, как он выразился, от Владимира Путина. В ответ священник долго и многословно благодарил Радия Хабирова за содействие в получении этой государственной награды. Выглядело это по меньшей мере странно. Однако нам известно о том, что Хабиров примерно поровну привечает иерархов всех крупных конфессий на территории республики. Одинаково жарко обнимается с иудеями, мусульманами и христианами. Собственно, вот это можно только приветствовать, потому что при многоконфессиональности в республике это, конечно, очень неплохо. Далее Хабиров заговорил о беженцах из ДНР и ЛНР. Ранее на неделе в своих соцсетях Хабиров назвал жителей этих мятежных территорий родными ему людьми, объяснив это тем, что вот это родство тянется аж со времен Великой Отечественной войны. Многие недоумевали, задавали вопрос, на каких фронтах Великой Отечественной войны Ради Фаридович столкнулся с донбасскими шахтерами. Но это, конечно, ирония. Однако вот эта бесконечная отсылка к прошлому, к военному прошлому, вот этим всем вещам, конечно, не делает чести Хабирову, в том смысле, что очевидно, что нет у него никаких собственных современных аргументов, опять приходится призывать на помощь танк Т-34. Говоря о беженцах, которые вот-вот буквально уже сегодня, 22 февраля, прибудут в Башкортостан, Хабиров сообщил нам о том, что уже готово 2000 мест для приема беженцев, что создан некий оперативный штаб, который возглавляет Максим Забелин, и беженцы прибудут уже вот во вторник. Хабиров заявил, дословно цитирую, «Огромное количество людей готово принять беженцев к себе домой, выделить деньги, одежду и еду». Ну и естественно, Единая Россия возглавит волонтерское движение для всех, кто желает принимать и помогать вот этим беженцам. А далее Хабиров сказал очень важную вещь. Видимо, уже ощутив обратную связь, которая случилась с ним в социальных сетях, и не будучи в состоянии вычистить все комментарии, которые поступили на его вот эти вот восторженные заявления о приеме беженцев, Хабиров сообщил нам следующее, цитирую опять-таки дословно, «Моральных недоумков тоже много встречается, но они в меньшинстве», заявил Хабиров. Хотя моральных недоумков тоже много встречается, но их в меньшинстве намного, и мы на них смотрим с жалостью и иронией. Моральными недоумками Хабиров называет тех, кто не разделяет его воодушевление и восторга по поводу прибытия на территорию Башкортостана беженцев из Луганской и Донецких народных республик. Моральными недоумками Хабиров называет тех, кто высказывает сомнения в целесообразности затрат бюджетных денег, наших налогов, на нужды и пожелания людей, которые, собственно, не имеют никакого отношения ни к республике Башкортостан, ни зачастую к Российской Федерации. Да, часть этих людей являются гражданами Российской Федерации, но в таком случае они обладают и правами, и возможностями, равными с остальными жителями Российской Федерации. У них нет никаких исключительных прав, и не должно быть никаких исключительных возможностей. Однако мы уже предоставляем эти возможности, и вот с этим робко не соглашается часть населения республики Башкортостан. Вот именно этих людей Радио Фаридович называет моральными недоумками. По достоинству оценивая яркость и глубину этого термина, я бы все-таки предложил Радио Фаридовичу расширить понимание того, кто является моральными недоумками. Я бы посоветовал Радио Фаридовичу включить в категорию моральные недоумки тех, кто обеспечивает детей и сирот ненадлежащим жильем, тех, кто наживается на медицинских контрактах и крадет жизнь у тех, кто недополучает лекарства и медицинскую технику. Я бы назвал моральными недоумками и тех, кто закупает пиксельные елки, при этом похищая сотни миллионов рублей из бюджета. Я бы назвал моральными недоумками тех, кто оставил без инсулиновых помп детей Башкортостана. Я бы назвал моральными недоумками тех, кто выдает детям-сиротам гнилое полуразвалившееся жилье. Собственно, вот это тоже моральные недоумки. И, Радио Фаридович, это ваши подчиненные, это ваши близкие, это ваши те самые так называемые свои. Расширяйте категорию, Радио Фаридович, не только те, кто не согласен с вашими восторгами и вашим лизоблюдством, но и те, кого я перечислил выше. Вот это настоящие моральные недоумки. Но давайте вернемся к началу вот этой истории с этим термином. Очень важно понимать, что Хабиров таким вот оскорбительным образом поименовал всех тех, кто выразил несогласие, но абсолютно законное несогласие, не нарушая закона, с некой позиции самого Хабирова и его начальников. Только за несогласие вы попадаете в категорию моральных недоумков. Никто же не призывал там выгнать беженцев, никто не призывал их там каким-то образом притеснять, убивать и так далее. Нет. Люди просто выразили недовольство тем, что им самим есть нечего, а у них из их налогов забирают последние, отдают вот этим вот по наехавшим не пойми откуда. И вот за это уже вы попадаете в категорию моральных недоумков. Это очень важный момент, запомните его, потому что, судя по всему, впредь каждый, кто будет несогласен хоть с чем-то, что нам выскажут вот эти вот моральные, превосходящие, видимо, нас и интеллектуально люди, которые почему-то считают себя элитой и по непонятным причинам позволяют себе нас характеризовать самым разным образом, так вот, все, кто с ними будут несогласны, тут же попадут в такие вот категории. Я не успел, честно говоря, проанализировать с юридической точки зрения вот это высказывание Хабирова, является ли это прямым оскорблением или нет, можем ли мы в ответ также называть, например, самого Хабирова. То есть, ответ на этот вопрос мне дадут юристы. Мне бы очень хотелось иметь право именно так теперь именовать Радио Фаритовича, потому что, честно говоря, ну, это было бы правильно ответить ему так же. Ну, вот пока юристы мне не объяснят эту конструкцию, я пока воздержусь и вам не советую. Но помните, кем считает вас глава республики Башкортостан? Я не устаю напоминать о необходимости поддерживать наш канал, ставить лайки, становиться его спонсором и так далее. Но напоминаю о том, что у нас есть много других каналов и способов распространения открытой политики. Я говорю о Телеграм-канале, говорю об Инстаграме. В последнее время Телеграм-канал открытой политики очень хорошо развивается, так что подписывайтесь. Там мы размещаем аудиоверсию наших выпусков. Это для многих удобно, тех, кто слушает в машине или где-то еще. В общем, не забывайте, что открытая политика – это не только Ютуб, но и Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакт и вообще все, что только возможно. Хабиров попытался вывести в мажорную ноту тональность оперативного совещания, заговорил об Олимпийских играх. Но, честно говоря, особенно, конечно, хвастаться тут нечем. Россия в целом игры в Пекине проиграла. Ну, мы же умеем делать вид при плохой игре. И, соответственно, вызвав на сцену министра спорта Хабибова, Хабиров попросил его немножко поплясать. Хабиров не ошибся в своем выборе. Руслан Тагирович охотно исполнил «Цыганочку с выходом». Рассказал, как у него останавливалось сердце, когда выходил Латыпов. Потом все равно опять включил клип у Руслана Тагировича. На все в ответе всегда есть клип. Показав киношку Хабирову, рассказав о том, что 14 спортсменов из Республики Башкортостан добыли 4 бронзовых медали на Олимпийских играх, Хабибов довольный отправился на место. Далее последовал доклад о COVID-19, который сделал министр здравоохранения Забелин Максим Васильевич. Он рассказал нам о том, что нарастающим итогом за два года в Республике заболело 194 тысячи человек. Имеется в виду, заболело COVID-19. Суточный прирост при этом составил 4 тысячи 380 человек в минувший день. Это очень много, на самом деле. Вспомните времена, когда было 600-800, сейчас 4 тысячи 380. Ситуацию спасает только то, что уровень госпитализации очень низкий. Омикрон не так тяжел, как штамм Дельта. Коек на данный момент развернуто 3500, свободно из них 20%. Уже свыше 90% населения подлежащего вакцинации привито в Республике Башкортостан. Ну, собственно, двигаться почти некуда. Остальных придется отлавливать, видимо, с полиции. Там буквально 7% осталось непривитых. Хабиров выслушал этот доклад, откашлялся и робко спросил, когда же запустят еще два ковид-госпиталя. Действительно, уже март на носу, а как-то все не случилось. Вопрос, собственно, этот был адресован Андрею Назарову, который сообщил, что должны были справиться за 45 рабочих дней. Напомню, строить еще в прошлом году начали. Однако, теперь, по прогнозу Назарова, в Туймазах ковидный госпиталь откроется, судя по всему, 4 марта, в Сибае и вовсе 18 марта. Совершенно непонятно, что там будет с кадрами, откуда возьмутся врачи и медицинские работники для обоих этих довольно-таки крупных и технологичных медицинских учреждений. Неужто из Ишембайской или из Иглинской больницы опять будут набирать, или, не дай бог, Павлов пришлет иностранных студентов. Хабиров с очевидным раздражением выслушал Назарова. Напомнил Абдрахимову, который на самом деле-то отвечал за строительство этих госпиталей, о том, что в этом году нужно поторопиться со сдачей всех объектов, особенно медицинских. Отдельно напомнил Абдрахимову о том, что нужно сдать в этом году кардиоцентр, с которым все хуже плохого, что люди все еще болеют, об этом вспомнил Хабиров. И сообщил, напомнил нам о том, что у Абдрахимова идет опаздывание со всеми строительными объектами, ну, кроме, конечно, объектов любимой компании «Стройтек», у которой все прекрасно. Есть такое противоречие странное, необъяснимое абсолютно. Все плохо в строительстве, кроме компании «Стройтек». Имеется в виду, плохо на тех объектах, которые курирует вице-премьер Абдрахимов. А у «Стройтек» все хорошо, более того, у «Стройтек» идет развитие, «Стройтек» получил плазу, «Стройтек» то, «Стройтек» все. Вот такой у нас Абдрахимов. Наконец-то это заметил Ради Фаритович. После выволочки Абдрахимова Хабиров подключил к обсуждению медицинских вопросов Рима Утяшева, которая сообщила нам, что теперь ее колл-центр, как она его называет, ситуационный центр. Так вот, этот центр теперь будет полностью переориентирован на нужды беженцев из ЛНР и ДНР, будет обслуживать их интересы, будет отвечать на их вопросы. Мне, честно говоря, это было слышать весьма странно. У нас под 5000 заболевших в сутки COVID-19, а колл-центр Рима Утяшевой будет любезно обслуживать понаехавших из ЛНР ДНР беженцев и решать их проблемы. Очень круто. Подключившаяся после Утяшевой к обсуждению и блистающей новой прической Анна Андреевна Казак сообщила, что ее основной заботой тоже являются нужды беженцев из ЛНР и ДНР, которых она готова встретить уже прямо на вокзале. Там же их будут бесплатно обследовать на наличие каких-либо болезней. Там же беженцам сделают бесплатный ПЦР-тест. Отметьте, пожалуйста, граждане Республики и Российской Федерации, вам давно предлагали бесплатный ПЦР-тест. А вот беженцам из ЛНР и ДНР он будет предоставлен безоговорочно. В общем, Анна Андреевна сейчас хлопочет вокруг того, чтобы окружить заботой вот этих вот ЛНР-овских, ДНР-овских сепаратистов, которые прибудут к нам буквально на днях. Немножко разбавил ситуацию и вот эту какую-то картинку абсурда на этом совещании господин Морзаев, рассказав нам о ситуации в ЖКХ. Ну, во-первых, поприветствовал всех на осетинском языке, напомнив, что в понедельник был день родного языка. Далее Алан Викторович поведал нам, что, как обычно, в Багдадской республике все спокойно. Всего лишь одно отключение холодного водоснабжения случилось на всей территории республики Башкортостан. Дороги продолжают чистить, а город Уфа получил еще два шнека-ротора, которые, ну, окончательно победят, видимо, заснеженность наших улиц. Далее Алан Викторович пригрозил оштрафовать аж 2300 должностных лиц сотрудников всевозможных управляющих компаний за ненадлежащее содержание дворовых территорий. Напомню, что штрафы за это могут налагаться от 50 аж до 300 тысяч рублей. Это очень много. И целых 2300 нарушителей выявил Алан Викторович. Все бы хорошо, и можно было бы утереть слезы умиления, слушая нашего министра жилищно-коммунального хозяйства, но я не знаю, что делать мне с тем видео, которое мне прислали из города Мелиуза, где опять по улицам течет вода рекой, и вовсе не естественного происхождения, где опять лопнули какие-то крупные трубы и прочее, прочее. У меня вопрос. Алан Викторович, вы действительно не знаете об этом? Но если не знаете, это очень плохо. Вам нужно как-то начинать менять систему источников информации. А если знаете и молчите, то это тоже очень нехорошо. Даже если вы молчите на осетинском языке. Капец. Мама дорогая. Давай-давай-давай-давай-давай. Плывем. Куда-то дотекла и до меня. По элеваторной улице. Прорвало тубу. Вода течет. Океан. Куда-то сидит. Куда-то сидит. На левую набережную переходит вода Все в воде Потоп Удивил нас в этот раз и господин Булышев Александр Владимирович доложил нам не только сводку ГИБДД Которая собственно так же тревожна как и обычно Но и рассказал о структуре пассажирских перевозок в городе Уфе Он сообщил что в Уфе на данный момент есть 1149 пассажирских автобусов Вот столько Из них только 394 То есть примерно треть Это Баш автотранс Я честно говоря думал что больше У Баш автотранса 225 больших автобусов и 169 средних автобусов Честно говоря совсем немного Две трети 755 автобусов Уфы это частные перевозчики Причем у них несколько иная пропорция в размерах автобусов Только 71 большой автобус 96 средних и 588 малых автобусов На 2022 год господин Булышев планирует закупить 472 автобуса в общей сложности Из них только 77 купит Баш автотранс А все остальные купят частные перевозчики Причем частные перевозчики закупят аж 150 больших автобусов 165 средних и 80 малых Как заявил Булышев Это позволит полностью закрыть дефицит транспорта в Уфе Конец цитаты Так вот о природе этого дефицита хотелось бы поговорить Уж не война ли с пазиками повергла нас в состояние того Что у нас недостаток в транспортных средствах в миллионном городе Составляет аж целых 41% У нас нужно на 41% увеличить автопарк пассажирских перевозок Чтобы достичь нормы Не достичь того чтобы у нас было хорошо с транспортом А только нормы Как известно норма она где-то всегда балансирует на грани разумного В общем конечно это очередная иллюстрация того Как ведут себя власти Башкирии решая проблему Они ломают ситуацию через колено В том направлении в котором им показалось правильным А потом начинают искать выход из сложившейся ситуации Вот примерно об этом нам рассказал господин Булышев Далее последовал доклад министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан господина Шильдяева Александра Николаевича Напомню что в последнее время господин Шильдяев Стал таким дежурным шутом Хабирова В том смысле что он не увеселил его но все время радовал Это стала его профессией Шильдяев уловил тональность Которую ему нужно выступать Рассказывая Радио Фаритовичу о вопросах промышленности и экономики Дело в том что Хабирову не интересно вдаваться в какие-то сложности и детали Ему нужны успехи Ему какими бы кстати говоря эфемерными они не были эти успехи Ну просто нужно говорить что все хорошо Радио Фаритович все будет замечательно Но в этот раз Шильдяев все таки попробовал нажаловаться Хабирову Потому что нужно же извлекать какие-то дивиденды из этого своего приближенного состояния В общем получился такой симбиоз Доклад господина Шильдяева был о развитии рынка газономоторного топлива в Республике Башкортостан Сразу же с ходу Шильдяев сообщил что Республика является лидером по количеству газовых заправок Ну это чтобы Радио Фаритович не волновался Мы в лидерах Однако в Саловатии и в Сибае заправки простаивают Сбыта нет, люди не пользуются этими заправками Но в 2022 году господин Шильдяев собирается построить еще 10 газозаправочных станций В дополнение к тем 41 которые есть у нас на территории республики И всего у нас станет их 51 Шильдяев сообщил нам о том что узбекские инвесторы Я не оговорился узбекские инвесторы Есть такой термин Вот как раньше было вот хорошее узбекское вино Помните советскую шутку Теперь есть такая шутка узбекские инвесторы Вот узбекские инвесторы готовы вложить миллиард рублей в производство газовых баллонов На территории города Благовещенска Шильдяев посетовал на то что бестолковая мэрия под руководством Грекова Всячески препятствовала возведению новых газовых заправок на территории города Уфы Предоставляли ему какие-то совершенно негодные участки для этого Где совершенно нет смысла ничего строить А Шильдяев не дурак где попало заправки он строить не собирается Ну видимо это тоже было сказано с прицелом на то что Мавлиев-то теперь другой совсем И он теперь ему предоставит самые жирные, самые вкусные участки земли уфимской Чтобы Шильдяев там замечательно построил газовые заправки В общем Хабирову понравился доклад Хотя он уловил некую критичность его тональности И заявил, выслушав Шильдяева, Хабиров заявил о том Что мы обязаны не только строить газовые заправки Но еще и обеспечивать их сбытом То есть мы должны наладить потребление этого газа Не только его сбыт, но и потребление Хабиров строго напомнил главам районов Что он их много раз им заповедовал перевести весь транспорт на газ А они не послушались этого 32 района, то есть ровно половина района республики Башкортостан Вообще ничего не перевели на газ Тому есть причина У многих из них просто нет этих газовых заправок У многих нет денег на переведение техники на газ А это очень недешевое удовольствие Но Хабиров был неумолим Он напомнил главам, что он им не учитель А они ему не школьники И что могут они не остаться на второй год Так тонко намекнул им Хабиров Вообще складывалось впечатление, что Радифоритович Тайно на полставочки подрабатывает где-то в Газпроме Причем подрабатывает он против Башнефти Лишая ее рынков сбыта бензина И вообще любое слово, где есть часть слова «газ» Радифоритовича приводит в некую эйфорию Он тут же, значит, начинает это все поддерживать То есть его предпочтение в части энергоносителя абсолютно понятно На оперативном совещании был доклад нового руководителя Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан Марьясова Дениса Александровича Честно говоря, я хотел опустить этот доклад Ну, там, ну чего, успехи по сбору налогов на территории Республики Но, послушав этот доклад, я понял, что там есть очень интересные данные И часть из них я вам расскажу Ну, во-первых, неожиданно для себя я узнал, что структура бюджета Республики Башкортостан Вовсе не такая, как я себе ее представлял И, вероятнее всего, она не такая, как ее представляли себе вы Ну, давайте по порядку Денис Александрович рассказал нам, что общий сбор налогов Вообще по Республике Башкортостан За 2021 год составил 393 миллиарда рублей Это очень приличная цифра 393 миллиарда рублей В бюджет Республики из этих денег попало меньше половины Это 170 миллиардов рублей Остальное все ушло в Москву То есть у нас распределение между Москвой и Уфой Между Россией и Башкортостаном Вот в отношении этих денег примерно такое 57% уходит в бюджет Российской Федерации И 43% остаются здесь, в Республике Башкортостан Это, честно говоря, существенно больше, чем я себе думал Я думал, что мы оставляем себе меньшую сумму И очень интересна такая вот укрупненная структура этого бюджета 40% бюджета Республики формируют доходы граждан То есть это тот самый НДФЛ 40% это налог с наших доходов 43% это бюджет Республики, который формируется из налогов предприятий И только 4,5% бюджета Республики это акцизы Вот эти три главные позиции, то есть я сейчас говорю о, собственно, 87,5% нашего бюджета Меня, честно говоря, все три эти цифры очень удивили Я думал, что все-таки меньшая часть бюджета формируется из карманов жителей Я думал, что больший вклад вносят в бюджет наши вот эти все Башнефти, Газпромы и прочие Роснефти Ну и, честно говоря, вот эта цифра про акцизы Я просто постоянно наблюдаю, как раздувают значимость Башспирта Вот, например, Башспирт это тоже источник акцизов То есть продажа водки, алкоголя, это акцизы Как раздувают, раздувают щеки Как они покупают себе здания бесконечные, значит, там на Ленина Там, Сям, значит, прям вот, ну, там строят какой-то вот этот вот конгрессный Или там какой-то обеденный центр на Пушкина А оказывается, этот Башспирт всего-то там 4,5% бюджета нам обеспечивает В общем, вот удивительные цифры сообщил нам господин Морясов Я теперь точно знаю, что фраза о том, что люди, это новая нефть Это вовсе не фигуральное определение, а на самом деле реальное Потому что мы отдаем в бюджет 40% объема этого бюджета То есть из наших карманов питаются все вот эти вот хабировые, бардановые, бесконечные Вот эти все вот чиновники, разжиревшиеся своими бронированными шинами на Мерседесах И 9-миллионными сортирами Вот это все, оказывается, не просто, ну, как бы фигурально за наш счет А реально, совершенно конкретно за наш счет Просто из нашего кармана Вот это очень нужно хорошо понимать И спасибо Денису Александровичу за то, что он нам это разъяснил Хабиров выслушал доклад нового налоговика Дополнил его тем, что он, например, знает о том, что есть еще несколько существенных источников Из которых можно пополнить то ли свои карманы, то ли казну республики Отдельно заметил Хабиров, что у него есть огромное желание, как он выразился Покопаться в земельно-имущественных комплексах районов республики В общем, держитесь и трепещите районы Сколько вам придет Ради Фаритовича, покопаются в ваших земельно-имущественных комплексах В завершении оперативки Хабиров опять вернулся к беженцам ДНР, ЛНР Он обратился к совбезу республики Башкортостан С просьбой дать ему рекомендации, надо ли вводить на территорию республики чрезвычайную ситуацию Честно говоря, я аж вздрогнул от этой фразы Однако нам известно, что Ростовская область и еще несколько южных областей Российской Федерации Куда доставлены были несколько тысяч беженцев из ДНР, ЛНР Ввели на территорию вот этих областей чрезвычайной ситуации в связи с прибытием этих беженцев Главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова И вовсе в панике попросила не заселять беженцев в Краснодарский край Потому что там может быть сорван элитный отдых наших чиновников и власть придержащих Так что Ради Фаритович попросил дать ему основания наличия или отсутствия этих оснований Для введения чрезвычайной ситуации на территории республики Башкортостан Вообще это очень серьезно, это вам не шутки Чрезвычайная ситуация подразумевает право властей на нарушение прав граждан Чрезвычайная ситуация подразумевает право властей на введение всевозможных ограничений В том числе на ограничение перемещения, связи, информации и прочее Одно может только явиться для нас утешением Что в определенных случаях, при определенных обстоятельствах Во время введения чрезвычайной ситуации можно будет не платить по кредитам Однако, как говорится, до этого нам далеко И что-то мне подсказывает, что власти, может быть, и введут ограничения на перемещение граждан И ограничения на информацию А вот возврат кредитов они все равно не будут отменять В общем, вот такая тревожная оконцовка случилась у этого совещания Будем наблюдать, обсуждать и думать, что же нам делать дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok